Здравствуйте, это программа Репортер, я Алексей Коноплев. Надеюсь, вы хорошо отдохнули за эти долгие выходные. А жизнь в губернии просто бьет ключом. Самые яркие и интересные новости я собрал для вас и сейчас расскажу все по порядку. Начнем. Независимый праздник. День России. В Самаре отметили большим концертом. Как пели, танцевали и праздновали, репортер покажет. Бразилия ближе. В Самаре стартовал чемпионат FIFA. Чем радуются болельщики футбола и что ждать горожанам, репортер расскажет. ДТП на кладбище. В Самаре на улице Луны нашли растерзанный автомобиль. Его владелец заявился лишь на следующий день. Что он рассказал о прогулке по ночному кладбищу сотрудникам полиции? Репортер все выяснил. Начнем торжественно и масштабно. В эти выходные наша страна отмечала день принятия декларации о государственном суверенитете. Праздник особый, а потому в центре Самары прошел огромный звездный концерт. Дискотека «Аварий», Сергей Скачков у группы «Земляне», Кристина Арбакайте и, конечно, Иосиф Кобзон. Все они выступили на площади имени Куйбышева в честь Дня России. Репортер вместе с многотысячной публикой пел народные хиты. Было весело. На улице Прохладной совсем недавно прошел дождь, но самарцы все равно собрались на площади Куйбышева. Здесь сегодня развиваются флаги и погода не может испортить торжественного настроя. Своего выхода на сцену ждут дискотека «Авария» Кристина Арбакайте и Сергей Скачков. Пока они за кулисами раздают автографы, народные артисты Иосиф Кобзон и волжский народный хор уже поют гимн Российской Федерации. Следом на сцену выходит Николай Меркушкин. Сегодня у нас главный праздник в стране, День России. Он год от года становится для людей все более и более ближе. Сначала, может быть, мы не до конца понимали, что за праздник, от кого мы стали независимыми. Но сегодня уже в истории те события, мы имеем свою родную страну, огромную страну, великую Россию. Сейчас вы услышите, как Николай Иванович не только разговаривает, но и поет. Любить в жизни свою страну, быть настоящим патриотом, понимать, чего стоит, независимости, что такое свобода. Вот что значит сегодня День России. И для тысяч самарцев, пришедших на площадь Куйбышева, звучат только любимые хиты. Хорошая музыка и отличное настроение видения всех. Города, народы, людей на всей планете. Когда на сцену выходят земляне. Тот, кто в эту историю государства уже вошел дважды, и как политик, и как музыкант, сегодня тоже предпочел творить историю в Самаре. Народный артист Советского Союза признался репортеру, почему он не остался в столице, праздновать День России, и приехал в наш регион. У меня есть приглашение на прием в Кремль сегодня. Я подумал, в Кремле будут тысячи людей. Не до Кобзона будет, а здесь все-таки меня будут слушать. И слушали, а еще танцевали. Праздничный концерт завершали энергичные и вечно молодые ребята дискотеки аварии. А небо прояснилось, и в нем засияли яркие искры салюта. И еще одна глобальная по нашим меркам новость. В Самаре наконец-то открыли еще одну станцию метро. В Алабинскую вошли первые пассажиры. Посетителям разрешили ходить по рельсам и самостоятельно блуждать по лабиринтам коридоров. Правда, акция продлилась всего несколько часов. Кого пустили на предпоказ закрытой 10-й станции, репортер заблудился в подземелье и узнал, почему мимо Алабинской не будут проезжать машинисты. Несколько лет ожиданий, вот премьера на этот закрытый показ пускают строго по паспортным данным и удостоверениям. Пока только журналистов, но скоро и всех горожан. До Алабинской дожили, доработали и скоро, можно будет сказать, доехали. Репортеру проводят эксклюзивную экскурсию по подземелью. Это пока здесь еще не казисто и мрачно. Но скоро, совсем скоро на Алабинской будет красиво, светло и приветливо, уверяют метростроевцы. У них уже стадия отделки в самом разгаре. Будет вот такие диагональные пересечения делаться. Он повторит пол. Пол будет из камня сделан у нас по диагонали. Вот так, темный цвет, сочетание темного цвета с серым, с более светлым цветом. Камень есть такой. А так станция выглядела ровно год назад. В общих чертах были готовы технические помещения, общие переходы и перрон. Тогда шли работы по консервации эскалатора. На карту было поставлено дорогое оборудование, которое можно было спасти только значительными средствами. Мы идем сейчас в станцию Алабинская. В подземном переходе, да, по которым пойдут люди. И вот этот подземный переход, практически, увидите, он готов. Что вот здесь необходимо? Положить просто гранит на полы. Даже можно стены оставить такие, если надо покрасить или повесить рекламу. Все. Сейчас эскалаторы уже начали облицовывать. Дальше пойдет серия специальных тестирований, ведь на станциях метро в Самаре появится особый спуск. Будет помещение лифтовое для инвалидов, с колясочников. Лифт будет вот в этом помещении, будет лифт поднимать этого пассажира на платформу. Если он по лестничному сходу опустится сюда. Работников здесь сейчас не меньше, чем в офисном центре. В многоуровневом подземном сооружении трудятся десятки человек. Практически сделана камера съезда. В станцию сдадут в так называемом усеченном виде. Для движения поездов будет открыт только один путь, по которому поезд будет приезжать на Алабинскую, а затем на Российскую. Все идет к тому, чтобы слова не расходились с планами. Здесь очень стараются успеть к назначенному сроку. Размечаю проводку. Место, где будет проходить проводка для светильников. Когда мне предложили, я очень захотел побывать на строящей станции метро. Поезда до Алабинской будут настолько умны, что смогут разъезжать сами собой. Вагонами будет рулить автоматика. Правда, для спокойствия пассажиров пока в кабине будет находиться машинист. Летростроевцы уже называют даты, когда на Алабинскую прибудет первый поезд. Если слова не разойдутся с планами, от юнгородка можно будет добраться до центра всего за 15 минут. О таком самарцы мечтают давно, особенно сейчас, в летний сезон ремонта дорог. Работники Алабинской обещают, все будет скоро, на всех станциях метро. Алабинская, декабрь 2014-го. Ну а тем временем в одном из ведомств Самары задержали аналитика областного ГУВД. Мужчину при погонах и звании повязали в разгар рабочего дня. Полковник показался подозрительным службе охраны. И неспроста. Этого мужчину задержали прямо на входе в областное управление судебных приставов. Отличился конвой. На пропускном контроле посетители попросили предъявить удостоверение личности. А он выложил такое, что конвою и не снилось. Несколько удостоверений сразу, и все волшебные. Одно, например, на должность начальника областного департамента городского округа Самара. Там он якобы руководил управлением собственной безопасности. Приставы не поверили глазам, когда увидели в одном названии учреждения сразу и городской, и областной. И пока мужчина ждал разрешения пройти ведомство, подозрительного посетителя пробили по базе. Оказалось, что этот Виктор Николаевич Абаимов – абсолютный самозванец. Оба его удостоверения и даже визитные карточки – дело рук цветного принтера. Оперативникам пенсионер объяснил, что хотел всего лишь проверить службу охраны. Проверил. За шутку ему придется расплачиваться тюремным сроком. А полицейские на всякий случай просят обращаться в отделение тех, кого, возможно, мужчина также фальшиво проверял. Ну, шутников на свете много. Но больше всех в эти выходные оторвался один из самарских водителей. Он влетел на своей вазовской пятерке в забор городского кладбища. Да так лихо, что протаранил бетонную плиту. С корнем вырвал ее и повис на конструкции. Пока мужчина бегал за помощью, автомобиль растерзали. Репортер попытался пролить свет на таинственную историю и узнал, что оперативники нашли на заднем сидении машины. На городском кладбище появился еще один вход с улицы Лунной. По ту сторону стены был гарантирован вечный покой, пока один самарский водитель не доказал обратное. Нечастые прохожие стали очевидцами самой таинственной аварии года. Водитель пропал, а на его машине появились огромные дыры. В пятом часу утра я здесь гляжу, торчит машина. Подошел, вроде никого мертвых нет. Машина разбита, а людей нету, ничья. С машины сняты номера, а из улик в салоне только сушки. Жители всю ночь вздрагивали от визжащих тормозов и криков. У погоста разыгрался настоящий детектив с погонями и преследованиями. Иван Федоров по секрету рассказывает репортеру леденящие подробности кладбищенского ДТП. Якобы водителя пятерки хотели наказать. Он вроде бы попал в аварию и хотел скрыться в самом тихом и спокойном месте города. Он где-то совершил аварию, там где-то в четверку что ли врезался. И хотел не платить, потому что и от них удирать стал пьяный. И врезался сюда. И у него из машины они все забрали, документы все забрали. И отрезали все, что было. Там инструмент был у него. Там права, по-моему, все. По версии очевидца, водитель не побоялся призраков и под покровом ночи убежал в темноту кладбища. А преследователи решили выместить гнев на машине и хорошенько отделали ее битами. Вероятные следы от пуль оказались дырами от камней. В полиции установили личность хозяина транспортного средства. Это оказался житель областного центра 1981 года рождения. Мужчина рассказал, что примерно в 3 часа ночи на мокрой дороге он не справился с управлением. В результате машину занесло. Произошло столкновение с окра и кладбища, расположенного на улице Лунной. На утро владелец сам вытащил свой автомобиль. Его починка теперь обойдется в кругленькую сумму. А еще горе-водителю за свой счет придется заделывать проложенный ночью дополнительный вход на погост. Ну а теперь о самом главном. О Бразилии, в которой сейчас ох, как жарко. Если у вас нет времени смотреть футбол по телевизору и денег, чтобы отправиться в страну карнавалов, не переживайте. Репортер все организовал. Только для настоящих фанов и только 10 дней в Самаре на площади Куйбышева продлится грандиозный фестиваль болельщиков FIFA. Организаторы обещают, каждый день будет полон незабываемых событий. Чем самарцев удивили в день открытия фестиваля? Я все узнал и сейчас вам все расскажу. Истинных болельщиков футбола не пугают никакие погодные условия, ведь в Бразилии и вовсе играют под проливным дождем. Вот и в Самаре резкая смена знойной жары на пасмурные выходные не убавила пыл футбольных фанатов. Самые верные, стойкие футболу, закрыв глаза на ливни и распахнув зонтики, пришли на открытие фестиваля FIFA. Встретиться с ними в губернию приехал экс-голкипер сборной России по футболу Руслан Никматуллин. На подобных фестивалях, конечно же, не участвовал еще, потому что, по-моему, он у нас первый. В других городах, может быть, еще заеду куда-то, но Самара первый город, в котором я участвую. Я думаю, что это прекрасное действие футбольное, определенный разогрев перед чемпионатом мира, который состоится, опять же, у нас в России, но через 4 года. Так что, уверен, интерес к этому мероприятию будет огромный. Вопросов к футболисту у самарцев было много. Правда, все они по большей части касались не спорта, а музыки. Собственно, в губернию Никматуллин приехал тоже вещать не о футболе. Уже во второй раз он явился самарской публике в амплуате джея, сняв футбольную форму, прославленный вратарь вот уже более 4 лет успешно сочиняет музыкальные хиты. Учитывая то, что, допустим, чемпионат мира, последним я играл 12 лет назад. Молодежь, ну возьмем 18-летних, в 2002-м им было по 6 лет. Вряд ли у них в голове отложилась моя какая-либо игра в воротах. Поэтому, конечно, на моих выступлениях больше всего молодежь, именно такая, али 18-25, вот, и они меня знают как музыканта больше. В какой-то степени, наверное, к сожалению, с другой стороны, но я именно пришел в музыку для того, чтобы завоевывать новую публику, новых болельщиков. Пока самарцы наперебой брали автографы у футбольной звезды и блистали своими знаниями о его нефутбольной карьере, сам Нигматуллин удивил поклонников своими знаниями о судьбе самарского футбола. В разговоре с самарскими болельщиками он даже постарался их немного приободрить. Все привыкли к крыльцаметам видеть в премьер-лиге. И как-то, конечно, очень непривычно будет видеть в первом дивизионе самарскую команду. Хочется только пожелать скорее вернуться, побыстрее, преодолеть внутренние какие-то все проблемы, потому что проблема, конечно же, налицо. Просто так команда не вылетает, потому что второй круг был просто из рук вон, как говорится. Так что я очень внимательно слежу Самару и надеюсь, что Самара снова будет играть в премьер-лиге и побеждать. Впрочем, гости фестиваля в этот день, кажется, меньше всего хотели говорить о грустном. Некоторые из них пришли на площадь Куйбышева смотреть прямую трансляцию с полной уверенностью, что здесь-то им точно покажут, каким должен быть настоящий футбол. Здесь, я думаю, это не отразится. Это отразится в будущем уже на самих крыльях. У них будет не так много болельщиков. А здесь нет. Здесь люди смотрят чемпионат мира, за сборную России болеют. А из крыльев, насколько я знаю, никто за сборную России не играет. Чтобы в томительные часы ожидания зрители не замерзли, их разогревали бразильскими танцами. А в перерывах между ними предлагали посмотреть футбольную фотовыставку. На ней самарские фотографы представили настоящий архив со всех футбольных матчей. Увидеть его смогут все желающие на протяжении всего фестиваля. Но самое интересное поклонников футбола ждет, как известно, в финале. Кульминация фестиваля станет дружеским матч между болельщиками футбола и самарскими чиновниками. Увидеть это действие может каждый в следующие выходные. Оле, оле, оле! Россия, вперед! Пойду-ка я еще раз посмотрю календарь трансляции игр, а вам всем желаю спокойной ночи. Болейте только за футбол, живите ярко и независимо. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok